Том девятый. Глава первая. Царствование Михаила Феодоровича. Посольство от собора к новоизбранному царю. Наказ послам. Переговоры послов с Михаилом и его матерью. Причиной, почему новый царь не мог бояться участи своих предшественников. Выезд Михаила из Костромы в Ярославль. Переписка его с собором и боярами из Ярославля и с дороги из этого города в Москву. Въезд Михаила в Москву. Его царское венчание. Бедственное состояние государство при вступлении на престол Михаила. Грамоты царя и собора по городам и к Строгановым. Дело Шульгина. Война с Зарудским. Переписка правительства с казаками. Ссора Зарудского с астраханцами и терским городом. Действия стрелецкого головы Хохлова против Зарудского. Поимка Зарудского. Казнь его, сына Марины и Андронова. Смерть Марины. Движение воровских казаков на севере. Действия против них князя Лыкова. Восстание татар и черемисы в понизовых городах. Сношение с Польшую. Посольство туда Аладьино. Военные действия. Взятие белой московскими войсками. Неудачная осада Смоленска. Война с Лисовским. Действия и гибель Черкас на севере. Грамота панов радных к боярам. Посольство Желябурского в Польшу и свидание его с Филаретом Никитичем. Неудачные переговоры под Смоленском. Сношение с Австрию, Турцией, Персией, Крымом. Посольство в Голландию и Англию. Приезд английского посла Джона Мерика с целью содействовать заключению мира между Россией и Швецией. Положение Новгорода Великого под шведским владычеством. Военные действия против шведов. Оборона Тихвина. Неудача Трубецкого и Мизецкого. Взятие Гдова Густавом Адольфом. Неудачная осада Пскова. Дедеринские переговоры при посредничестве английского и голландских послов. Столбовский мир. Очищение Новгорода. Переговоры с Мериком. Награды ему. Взгляд Густава Адольфа на Столбовский мир. Посольство князя Борятинского в Швецию для окончательного подтверждения мира. 1613-1617 годы. Провозгласивший царем 16-летнего Михаила Федоровича Романова, собор назначил ехать к нему в Челобитчиках. Феодориту, архиепископу Рязанскому. Троим архимандритам. Чудовскому, Новоспасскому и Симоновскому. Троицкому Келарю Авраамию Палицыну. Троим протопопом. Боярам. Федору Ивановичу Шереметьеву, родственнику молодого царя и князю Владимиру Ивановичу Бехтиярову Ростовскому. Окольничему, Федору Головину, стольниками, стряпчими, приказными людьми, жильцами и выборными людьми из городов. Собор не знал подлинно, где находился в это время Михаил, и потому в наказе данным послам говорилось «Ехать государю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси в Ярославль» или «Где он, государь, будет». Посланные, бив челом новоизбранному царю и его матери и уведомив их об избрании, должны были говорить Михаилу «Всяких чинов всякие люди бьют челом, чтоб тебе, великому государю, умилиться над остатком рода христианского». Много расхищенное православное христианство Российского царства от растления сыроядцев, от польских и литовских людей собрать во единство, принять под свою государеву паству, под крепкую высокую свою десницу, всенародного слезного рыдания не презрить, по изволению Божию и по избранию всех чинов людей на Владимирском и на Московском государстве и на всех великих государствах Российского царствия, государем-царем и великим князем всея Руси, быть и пожаловать бы тебе, великому государю, ехать на свой царский престол в Москву и подать нам благородием своим избаву от всех находящих на нас бед и скорбей. А как ты, государь, на своем царском престоле буешь на Москве, то, послыша про твой царский приход, литовские люди и все твои государевы недруги будут в страхе, а московские государства всякие люди обрадуются. А как твой, государь, в подвиг царствующий град будет, то из Москвы митрополиты и архиепископы с всем освященным собором, бояре и всякие люди встретят тебя с чудотворными иконами и животворящими крестами по вашему царскому достоинству, и служить тебе, государю, и примить, и головы свои за тебя класть, все люди от мала до велика рады. В заключении наказа говорилось. Если государь не пожалует, станет отказывать или начнет размышлять, то бить челом и умолять его всякими обычаями, чтоб милость показал, был государем-царем и ехал в Москву вскоре. Такое великое Божье дело сделалось не от людей и не его государским хотеньем. По избраню Бог учинил его государем. А если государь станет рассуждать об отце своем, митрополите Филарете, что он теперь в Литве и ему на московском государстве быть нельзя для того, чтобы отцу его за то, какого зла не сделали, то бить челом и говорить, что бон государь, про то не размышлял. Бояре и вся земля посылают к литовскому королю, за отца его дают на обмен литовских многих лучших людей. Послы выехали из Москвы 2 марта, но еще прежде, от 25 февраля, разосланы были грамоты по городам с известием об избрании Михаила. «И вам бы, господа, – писал собор, – за государь во многолетие петь молебны и быть с нами под одним кровом и державую и под высокую рукою христианского государя царя Михаила Федоровича. А мы, всякие люди московского государства от мала до велика, из городов выборные и невыборные люди. Все обрадовались сердечную радостью, что у всех людей одна мысль в сердце вместилась – быть государем-царем блаженной памяти великого государя Федора Ивановича племяннику Михаилу Федоровичу. Бог его, государя, на такой великий царский престол избрал не почему-либо за воду, избрал его мимо всех людей по своей неизреченной милости. Всем людям о его избрании Бог в сердце вложил одну мысль и утверждение». Вместе с этим известием разуслана была и крестоцеловальная запись, в которой нет ничего опорчен на следу и тому подобных вещах, встречаемых в Годуновской записи. Присяга областей последовала быстро. Уже 4 марта воевода Переславля Рязанского дал знать в Москву, что жители его города присягнули Михаилу. За этим известием последовали другие, из областей более отдаленных. Наконец пришло известие от послов соборных, которые нашли Михаила с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Послы доносили собору, что 13 марта они приехали в Кострому к вечерне. Дали знать Михаилу о своем приезде, и он велел им быть у себя на другой день. Послы повестили об этом Костромскому воеводе и всем горожанам, и 14 числа, поднявшие иконы, пошли все с крестным ходом в Ипатьевский монастырь. Михаил с матерью встретили образа за монастырем. Но когда послы объявили им, зачем присланы, то Михаил отвечал с великим гневом и плачем, что он государем быть не хочет. А мать ему Марфа прибавила, что она не благословляет сына на царство, и оба долго не хотели войти за крестами в соборную церковь. На силу послы могли упросить их. В церкви послы подали Михаилу и матери его грамоты от собора и говорили речи по наказу, на что получили прежний ответ. Марфа говорила, что у сына ее и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем, он не в совершенных летах. А московского государства всяких чинов люди по грехам измолодушествовались, дав свои души прежним государем, не прямо служили. Марфа упомянула об измене Годунову, об убийстве лжи Дмитрия, сведения с престола и выдачи полякам Шуйского, потом продолжала. Видя такие прежним государем крестопреступления, позор, убийства и поругания, как быть на московском государстве и прирожденному государю государем. Да и потому еще нельзя. Московское государство от польских и литовских людей и непостоянством русских людей разорилось до конца. Прежние сокровища царские, из давних лет собранные, литовские люди вывезли. Дворцовые села, черные волости, пригородки и посады розданы в поместье дворянам и детям боярским и всяким служилым людям и запустошены, а служилые люди бедны, и кому повелит Бог быть царем, то чем ему служил их людей жаловать, свои государевые обиходы полнить и против своих недругов стоять. Потом Михаил и Марфа говорили, что быть ему на государстве, а ей благословить его на государство только на гибель. Кроме того, отец его, митрополит Филарет теперь у короля в Литве в большом утеснении. И как сведает король, что на московском государстве учинился сын его, то сейчас же велит сделать над ним какое-нибудь зло, а ему Михаилу без благословения отца своего на московском государстве никак быть нельзя. Послы со слезами молили и били челом Михаилу, чтоб соборного моления и челобития не презрил. Выбрали его по изволению Божью, не по его желанию. Положил Бог единомышленно в сердцах всех православных христиан от малой до велика на Москве и во всех городах. А прежние государи. Царь Борис сел на государство своим хотеньем, изведший государский корень царевича Дмитрия. Начал делать многие неправды, и Бог ему мстил кровь царевича Дмитрия богоотступником Гришкою Отрепьевым. Вор Гришко Растрига по своим делам от Бога месть принял, злою смертью умер. А царя Василья выбрали на государство немногие люди. И по вражью действу многие города ему служить не захотели и от московского государства отложились. Все это делалось волею Божию до всех православных христиан грехом. Во всех людях московского государства была рознь и междоусобие. А теперь московского государства люди наказались все и пришли в соединение во всех городах. Послы молили и били челом Михаилу и матери с третьего часа дня до девятого. Говорили, чтобы он воли Божьей не снимал, был на московском государстве государем. Михаил все не соглашался. Послы стали грозить ему, что Бог взыщет на нем конечное разорение государства. Тогда Михаил и Марфа сказали, что они во всем положились на праведные и непостижимые судьбы Божьи. Марфа благословила сына, Михаил принял посох от архиепископа, допустил всех к руке и сказал, что поедет в Москву скоро. Слова Феодорита с товарищами, что Михаилу нечего было бояться участи своих предшественников, потому что люди московского государства наказались и пришли в соединение, эти слова были вполне справедливы. Страшным опытом люди московского государства научились, что значит рознь и шатость, развязывающие руки ворам. Земские люди имели столько нравственной силы, что могли воспользоваться наказанием, стали, соединились, очистили государство и будут в состоянии поддержать нового государя, несмотря на отсутствие материальных средств, на которые указывала Марфа. Казны нет и взять неоткуда, ибо государство разорено, земля наполнена воровскими казаками, не знающими меры своему буйству. Заруцкий грозит с юго-востока, шведы и поляки с запада. Новый государь не опытный, мягкий молодой человек, около которого нет людей сильных умом и добрую волею. И, несмотря на все это, Михаил удержался на престоле. При первой опасности, при каждом важном случае подле царя, видим собор, одушевленный той уже ревностью, с какой последние люди шли на очищение государства. До какой степени в лучших людях 1613 года крепко было убеждение, что должно пожертвовать всем для поддержания, охранения нового царя, восстановлявшего наряд, до какой степени лучшие люди наказались в этом отношении, показывал всего лучший подвиг Сусанина. Когда Михаил, выехавший из Москвы после сдачи Кремля, жил в Костроме, отряд поляков, как говорит грамота, но по всем вероятностям воровских казаков, ибо поляков не было тогда более в этих местах, узнавший об избрании нового царя, отыскивал место его пребывания с целью умертвить нежеланного им восстановителя наряда. В этих поисках враги схватили крестьянина Ивана Сусанина из Костромского уезда в села Домнина, принадлежавшего Романовым, и начали пытать его страшными пытками, вымучивая показания, где скрывался Михаил. Сусанин знал, что он в Костроме, но не сказал и был замучен до смерти. 19 марта выехал Михаил из Костромы в Ярославль, куда приехал 21 числа. В другой раз Ярославль становился местом великого стечения народного, местом великого торжества. Недавно его жители видели ополчение Пожарского. Теперь видели желанный конец подвигов этого ополчения. Ярославцы и съехавшиеся к ним отовсюду дворяне, дети боярские, гости, люди, торговые с женами и детьми, встретили нового царя, подносили ему образа, хлебы, дары и от радости не могли промолвить ни слова. 23 марта Михаил писал в Москву к собору, говорил, как были у него в Костроме послы, как он долго отказывался от престола. У нас того и в мыслях не бывало, что на таких великих государствах быть по многим причинам, да и потому, что мы еще не в совершенных летах, а государство московское теперь в разоренье, да и потому, что московского государства люди по грехам измолодушествовались, прежним великим государям не прямо служили. И, видя такие прежним государям крестопреступления, позоры и убийства, как быть на московском государстве и прирожденному государю, не только мне.